Привет всем любителям макияжа! В этом видео мы рассмотрим мои фалориты 2012 года в плане декоративной косметики для губ, ногтей и щек, то есть помада, румяна, блески и так далее. И начну я с бальзамов для губ, и на мой взгляд самые два отличных бальзама это Nivea с гиалуроновой кислотой, вот такой вот новый бальзам, называется Watering Lips, и если вы не можете достать его, то всегда под рукой есть каталог Avon, и в Avon мне кажется очень хорошие вот эти бальзамчики. И те и другие бальзамы очень хороши тем, что они очень быстро действуют, они мгновенно практически выравнивают губы, и даже зрительно рельеф получается более ровный, ну то есть, несмотря на то, что они постепенно питают и уважняют губы в течение какого-то времени, они дают моментально более симпатичный вид нашим губам. Из карандашей для губ, по-моему, самые классные это Color Me, если вы не можете их достать, то с одной стороны, да, это очень печально, с другой стороны, мы можем заменить их другими. Отличные также карандаши для губ у пупа, все они очень стойкие, очень пигментированные, из стойких, по-моему, это мои любимые Max Factor, вот такие вот двойные, и буду с вами честнее, мне кажется, что это одна и та же формулировка, которую выпускает и марка L'Oreal тоже, и Maybelline теперь, поэтому я бы рекомендовала просто выбирать по оттенкам и по стоимости, потому что мне кажется, что это один и тот же продукт в разных марках, и говорят еще, что у Make a Forever в этом году вышли просто отличные, но я не рекомендую выбирать именно бордовые и красные оттенки вот в этих вот помадах, потому что они супер стойкие, да, они хорошо ложатся, но со временем они начинают немножко отшелушиваться, то есть они не медленно, постепенно стираются, а как бы начинают отслаиваться, это не очень заметно на всех остальных цветах, кроме красного и бордового, красные и бордовые я предпочитаю в виде вот таких вот тинтов или же стейнов, например, Catrice, очень много я уже говорила про эти помадки, и, наверное, не буду больше повторяться, вот для ярких оттенков это очень удобно, что они постепенно стираются, и в течение носки нет ни одного момента, когда губы выглядят абсолютно ужасно, как было бы, если бы мы нанесли обычную вот эту двойную стойкую помаду. Из нестойких помад, мой абсолютный говорит, это любые увлажняющие помады, которые ощущаются как бальзам для губ, такие вот, как сейчас на мне, на мне сейчас Catrice из коллекции Wild Craft C01, вот такая вот помадка Stick, которая пахнет просто божественно, и она такого чуть рыжеватого цвета, вы видите на моих губах, что цвета не очень много, это потрясающая помада, и я люблю ее просто безумно, всем советую, и в разных новых линейках, в сезонных коллекциях будут выходить еще такие формировки в других оттенках, очень советую присмотреться, просто потрясающе жирные, питательные, то же самое могу сказать про марку Color Me, это просто мое открытие этого года, они роскошные, они тающие, они супер увлажняющие, они вкусно пахнут, они просто прекрасно увлажняют, ухаживают за губами, вот это серия Lady Marmalade, вот это люксовая серия, но они одинаково хороши, Lady Marmalade просто имеет один ровный цвет такой увлажняющий, а вот эти вот люксовые имеют и второй подтон, то есть такой легкий шиммер другого оттенка. В отличие от основного, то есть мы видим бледный, розовый, чуть бежевый, а шиммер у нее такой лиловый, чуть голубоватый, и также супер классные, но я даже не знаю, подаются ли они сейчас уже в России, это Revlon Lip Butters, на любом случае в дьюти-фри, в большинстве стран вы можете их легко купить, вот такие вот тоже помады в форме стика, тоже очень увлажняющие, менее увлажняющие, чем все предыдущие, но тоже супер-супер-супер, и у них отличные оттенки и отличная передача оттенков. Из блесков самые мои любимые и обожаемые, просто best of the best, это Lumine Wild Rose, вот такие вот, единственное, что мне в них может не нравиться, это их дизайн, потому что дизайн не самый такой презентабельный, простенький, да, они очень дешевые, и они божественно увлажняют губы лучше, чем бальзамы для губ, действительно, если у вас обветрены губы от мороза, попробуйте, потому что здесь на стае есть гиалуроновая кислота, которая ухаживает за губами и очень сильно их увлажняет, и удерживает влагу внутри губ. Побольше бы таких бальзамов выпускали другие марки, и хотелось бы увидеть более презентабельный дизайн. На втором месте у меня сразу три блеска, и у всех у них более приятные упаковки, это вот такие вот квадратные блески, вот NYX, Mega Shine Lip Gloss, очень классные, и они потрясающе пахнут вишенкой, у них огромный объем, еще супер-пупер, тоже и классный запах у Color Me, это Couture Collection, вот такие вот тоже классные блески, и очень мне нравятся, и к тому же очень натуральный состав у блесков Color Revolution. Все эти блески и помады я могу советовать, они прекрасно выравнивают губы, и совершенно их не сушат, даже делают лучше, чем были до, в плане именно состояния, увлажненности и так далее. Из-за румян у меня есть один фаворит, по сравнению с которым я даже не хочу покупать никакие другие румяна, я жалею реально сейчас, что у меня в коллекции есть другие румяна, если бы у меня не было ничего, я бы точно покупала только вот эти румяна, это Sleek, у них большая упаковка, ну они немного дороговаты, честно говоря, ну на наши деньги, наверное, 400 рублей, что ли, стоит упаковка румян, мне кажется, в масс-маркете могут быть какие-то альтернативы, но не суть, потрясающие румяна, они просто, они суперские. Мне нравятся тени Sleek, но румяна Sleek мне нравятся намного больше, и никакие другие румяна мне не нравятся так, в общем, просто мой фаворит. Теперь перейдем к лакам для ногтей, самый любимый мой вид лаков, это вот такие вот лаки Джессика, по идее салонная марка, у меня уже много этих оттенков, и реально, так как они, на мне не держатся ничто, они на мне держатся просто как гель-лаки, по 7 дней, и я не хочу покупать никакие другие лаки в данный момент, по крайней мере, если это не лаки с блестками, вот кремовая такая формулировка, и немножко перламутровая, просто идеальны у этой марки, я их просто люблю-люблю-люблю, и у них классная гамма оттенков, их огромное количество, единственное, они немножко дороговаты, если бы они были дешевле, то, ну, просто вообще, я бы все заставила их купить. На втором месте у меня именно формулировка Glam Nude лаков от Essence, я думаю, что почти все пробовали лаки от Essence, и знают, что обычная коллекция у них немножко может хромать по стойкости, по нанесению, но у вот этой вот коллекции нюдовых лаков более хорошая формулировка. Мне кажется, что они заказали специально на другом заводе, либо на другом, но с другим составом формулу для вот этой коллекции, и почти все отмечают, что вот это намного лучше. Они очень классно наносятся на ногти, и они у меня стойкие, у них потрясающие цвета, в общем, очень мне понравились. Причем все оттенки этой серии, которые есть у меня, они удачные. Также я обожала просто вечерние такие крутые цвета с блестками, какими-то такими перламутрами, и мои фавориты, конечно же, вы знаете, Дебра Липман, Клеопатра в Нью-Йорке, вот такой вот лак на черной-зеленой базе с разного размера золотым глиттером и шиммером, очень-очень-очень крутой, и хорошо держится, просто потрясающе, и люди узнают его у меня на ногтях, и люди меня постоянно спрашивают, что это. Также из декоративных покрытий, очень мне нравится вот такой вот, не так давно купленный, обратите внимание, очень красивый. Это Кракол от Essence, такое верхнее покрытие, он ярко-розового, такого цвета фуксии, розового, может быть, фиолетового, но потрясающе смотрится, очень-очень мне нравится, но единственное требует другого какого-то верхнего покрытия еще. Ну и желательно базы, но он реально очень-очень праздничный на ногтях, и прекрасный просто из последней коллекции Catrice, коллекция называлась Spectacular, то есть, как бы такое потрясающее искусство, говоря дословно, и, вот, потрясающе, действительно, здесь есть блестки серебристые такие, серебристо-золотые и золотые, разного размера, он не совсем полное покрытие, то есть, ноготь видно через него, и просто потрясающе божественно смотрится на черных, бежевых, бледно-голубых, голубосерых, серых ногтях, просто потрясающе, это эффект зимы, это очень-очень красивый эффект, очень чистых, очень аккуратных, очень красивых ногтей, очень-очень мне понравился, по стойкости такой же, в принципе, как и все обычные глиттерные лаки от Catrice, ну, единственное, он подороже, чем все остальные лаки основной коллекции, по-моему, он очень-очень-очень красивый, вот, в принципе, и все, на этом закончились мои декоративные фавориты, я в раздумьях, делать ли уходовые фавориты в таком же формате видео, напишите, пожалуйста, надо или нет, потому что я не уверена, что будет интересно смотреть, ибо у меня уже большинство баночек закончилось и выбросилось, я не знаю, как я буду вам это показывать, но могу просто рассказать, в общем, напишите или посоветуйте что-нибудь, и большое-большое-большое всем спасибо за просмотр, я надеюсь, что в 2013 году у нас будет еще больше таких супер-классных новинок, я очень жду от косметических компаний новых, крутых, потрясающих оттенков лаков, потрясающих уважняющих помад и интересных кремовых теней, я надеюсь, что следующий год нам все это предоставит, ну, вот, текущий год, да, уже начавшийся год, в общем, будем ждать чего-нибудь интересного и нового, и всем спасибо за просмотр, пока-пока!